Осталось развернуть этот пёстрый клубок, и тогда будет украшен весь двор школы номер 13. Сейчас с него сметают последние соринки, готовятся к первому учебному дню. День знаний в Сочи отметят традиционно со всей страной, но занятия начнутся раньше. Олимпиада внесла коррективы, так что уже 26 августа школьники сядут за парты. Почитайте по предмету. Без учебников не останется никто, ни эти девятиклассники, ни другие школьники. Но самое главное требование – к самим учебным заведениям. Как сообщили в администрации Сочи, школы и детские сады подготовлены на 100%. Сделан капитальный ремонт или косметический, приведены в порядок площадки для спорта и отдыха. Привлечены были огромные деньги к подготовке образовательных учреждений. 100 миллионов – муниципальный бюджет, 200 миллионов – бюджет края, и где-то порядка 20 миллионов – это помощь шефских организаций. Новые сочинские школы в Адлерском и Лазаревском районах построены в годы подготовки к Олимпиаде. Там особых приготовлений не потребовалось. Все они отвечают современным техническим и образовательным стандартам, как и новые детские сады. Мы очень стараемся к тому, чтобы каждый детский сад, как и каждая школа, были образцом. Образцом для нашего ребенка, для того, чтобы он понимал, что такое красивое, что такое хорошо. И мы построили за это время 2000 с лишним мест в детских садах. Продолжаем строить в этом году 700. И на следующий год вообще собираемся 2,5 еще построить. Что касается 13-й школы, то здесь капитальный ремонт провели в 2010 году. И этим летом здания и классы просто слегка обновили. Самое главное, мы смогли сохранить все, что было сделано. И, конечно, в течение всех этих лет мы поддерживаем то, что нам было сделано строителями. Приобретено и новое оборудование, в частности для уроков по предмету технологии. Теперь так называются уроки труда и домоводства. Умению вести домашнее хозяйство и работать руками в обновленном учебном стандарте уделяется особое место, как и физкультуре. Кстати, в День знаний на линейке школьники устроят настоящее представление. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.